народ привет ну что мы в аэропорту дубае терминал 1 смотрите какой вход все нормально цивильно вроде тачки бесплатные тачки бесплатные сейчас покажу вам наши один чемоданчик сумочка 2 чемоданчик сумочка-бананочка потом ноутбук в общем такое впечатление что мы выезжаем отсюда вообще навсегда уже все пожелайте нам хорошего путешествия а мы вам конечно же сегодня покажем аэропорт покажем аэропорт но кстати что хочу сказать все говорят дубай очень жарко очень важно сейчас да нормально вам не у нас в оляне намного хуже намного хуже сети вот сейчас я вообще стою и сегодня мы в курточках стоит смотрели оляне мы в таком бы и не вышли бы сейчас 11 часов вечера 11 вечера а мы идем сдавать наш багаж проходить контроль показывать вам аэропорт все покажем все расскажем ставьте лайк поехали сейчас будем ходить в аэропорт но конечно же камеру я выключу это эмират это дубай да и вообще как уж там контроль наверное каждая страна позволяет не позволяет снимать сказали вход в аэропорт только при предъявлении билетов интересно вот это да так надо искать нашу стоечку сейчас поищем посмотрим что у нас здесь знаете да и руль в аэропорт сразу смотрим даже мультик да куда же мы летим сразу смотрим название рейса здесь все на арабском но сейчас на английский переключится главное звать название рейса и знать город все мы уже нашли мы уже видим пойдем сейчас на регистрацию все идем и одну наташку снимаю такой огромнейший аэропорт кафе 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 просто очень вкусная вкусный кофе вкусные пирожные мы там сидели недавно точнее вчера боже как вообще что было позавчера да повторюсь тачки бесплатная как-то раз мы хотели в турции взять не как-то раз постоянно то в анталии то стамбуле нет дать тачки были платные тачки были платные вот переключая на себя все едем регистрироваться и что обмен валюты всякие всякие киоски со сладостями да можно я думаю что там у нас мы можем уже заходить чекиница на вторую вот стоечки air france у нас не air france мы не во францию пока летим так у нас вторая стоечка насти что просто подождем потому что все-таки согласитесь лучше то прибыть заблаговременно чем потом не дай бог бежать перепугана вот время 23 27 уже да уже 12 почти так куда же мы летим показывать куда летим что у нас за список такой есть ухты нью-дели есть ним туда не летим мумба играет в индюрейс отменили уже снова есть так отменен мы летим самый лучший город на земле вот у нас area 2 сейчас ищем area 2 проходим регистрируемся и вам все показываем все рассказываем ну что народ рано мы приехали не на слава богу что не опоздали вылет у нас в 3 10 поэтому регистрация будет за три часа мы приехали на 40 минут раньше но это ничего страшного общем будем ждать скорее всего там будет на второй территории area 2 где сейчас рейсы на париж в париж надеюсь как-нибудь посетим вместе с вами пока пойду прогуляюсь кстати снова даю вам лайф лайфхак везде в молох в аэропорту всегда прохладно всегда холодно дует кондер ведь я уже шапочку дело курточку дело поэтому просто холодно смотрите здесь вдруг у кого-то чемоданчик порвался есть чемоданчик даже много чемоданчиков водичка сейчас посмотрим где здесь туалет и есть в общем посетим все интересные места вон сразу же видно значок где туалет если кому надо чем всегда есть значит не ориентируйтесь смотрите даже если вы английского не знаете ничего страшного то ага рефанд возвращает здесь налоги кому можно возвратить все сейчас идем в туалет не ночью если никого нет покажу вам туалет какая птичка симпатичная давайте просто посмотрим какие туалеты могут быть в рабских эмиратах честно вот такой же малюсенький в борисполе по моему есть вот ну что радует всегда есть салфеточки мыло туалетная бумага чем все прекрасно рекомендуется посещению народ ну вот мы уже стоим в очереди так сейчас покажу очередь а посидели мы всего лишь минут десять двадцать уже пошла регистрация реально мало русскоговорящих в основном люди такие как в эмиратах арабского происхождения это очень удивляет да кстати напоминаем мы находимся в аэропорту дубае dxb называется аэропорт терминал один и мы уже зарегистрировали за чекинились онлайн а мау прислал мы летим мау мау прислал за 48 часов и мы за чекинились выбрали места вот сейчас будем регистрироваться и потом покажем вам аэропорт я надеюсь все сдали мы уже наши вещи скажем так вход в аэропорт тест не нужен и вылет в киев тест не нужен благодаря паспорту украины благодаря тому что мы украинцы и летим на родину нам тест не нужен украина отменила эти правила уже как две недели вот а с нами летят иностранцы им нужен тест не знаю там за 72 часа или за 48 часов тест им нужен скажи что из шаржа требует до ночи от шаржа ладно мы еще не знаем но как люди наши знакомые будут вылетать я напишу в комментах если они еще не вылетели все если вы вылетели я напишу в комментах вот абу-даби нужен тест но это как такая такое требование этого эмирата нужен трест тест для входа в аэропорт само здание но сейчас уже там абу-даби требует везде тест вот поэтому мы слава богу мы были слава богу и себя что мы выбрали дуба и давно месяц назад что мы вылетаем из дуба и не и шаржа не забудь обе нам очень повезло 6 украина отменила и мы летим без теста как-то сумбурно так рассказали просто знаете очень нервничали у нас багаж у нас багаж вы думали нас будет перевес ребята мы думали что будет перевес слава богу моя сумочка 23 чемоданы 22 5 22 и 7 и почему я еще вот люблю летать мау они флай дубай у флай дубай 20 килограмм а у мал 23 килограмма три килограмма вещей подарков это вот это много стоит я вам скажу как бы ни была такая ну скажем репутация у мау да но тем не менее мау ругают но мы сейчас тоже когда сядем и расскажем про мау как у меня ли рейсы сейчас дойдем пройдем паспортный контроль и сядем все вам расскажем надеюсь и покажем вам зону duty free чего оставайтесь с нами ставьте лайки а мы идем прошли уже паспортный контроль идем по такому пустому коридору сейчас кажется вы ехать в поезде помогут терминал где ездят поезде очень прикольно тут ночной ночной дубай совсем ночную потому что сейчас времени час ночи практически людей мало хорошо вот сейчас должен подойти поезд и нас довезут до нашего терминалов не терминала нашего выхода да не мы в терминале один а довезут нас до нашего выхода ну нас выход d1 d12 до 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 выходов здесь нужно становиться и приходит поезд давай сюда еще все добегать будем туда ушли с толпа эти вот добегальщики целая куча людей будет ну немного потому что даже будут людей немного немного потому что ночь вот сейчас дверцы откроются и мы зайдем сайтом настолько резкие повороты в этом поезде что действительно лучше сесть это я помню вот и уже есть мы прошли через умные ворота там надо было приложить паспорт и смотри садимся садимся сейчас на плохо слышно в общем прошли мы через умные ворота нас уже будем ехать вообще ничего не слышно вот такой пришел он ушел это будет сьет сразу уехал вы видели сразу взял людей и уехал вот строится у нас самолеты не снимают если вам видно самолеты стоят выходим какой шум был выходим нам уже показывают что нужно идти туда мы все правильно вышли все спасибо поезд довез нас очень удобно все наташа несет все вещи я такой рюкзачок несу вот наша еда с такой удобной сумочки бургер очень похожим цвета с нашей бананка я называю банан смотри тут можно купили выливали или по лестнице или на экскалаторе ну давай на экскалаторе ну давай конечно я сейчас опять не пройдет как наташа проходит так давай я еду и тебя снимаю давай давай наш придется пройти ну как-нибудь поставьте лайк потому что наташа прошла только поэтому вот какой огромный большой аэропорт но вам всегда будет понятно куда выйти аж подмерзлого аэропорту уже жарко поездик поехал а подмерзли потому что я и наташа потому что очень-очень холодно из просто жгут кондиционеры на фоне вот взяла еду несу еду сейчас вам покажем лайфхак кстати я уже вижу наш лайфхак народ знаем все что водичку не пропускают особенно в строгих аэропортах Дубаи и остальных вот питьевой кран действительно safe drinking water сейчас мы наберем водички здесь нажимаем на кнопочку сейчас будем набирать водички давай мне банан снимай покажи как мастер-класс под углом таким держать еще куда надо вот сюда все держишь под углом опускаешь опускаешь набираешь водичку не надо покупать не отратить не доллар не два вообще ничего сейчас тоже себе наберу водички и пойдем дальше уже наверное мы вводим входим в зону duty free все начинается зона duty free такая она здесь огромная шикарная в принципе как и во многих аэропортах мира давайте покажем вам здесь обмен валют кому нужно можно менять денежки хотя как мы знаем принимают в принципе по моему любую валюту сейчас посмотрим что за инсталляция такая как здесь написано на арабском а у наташа уже нашла что там красная любовь я не знаю лавр это может люби красным не red love love red люби меня по-французски либо меня по красному так ну-ка посмотрим что я пока не пойму такая инсталляция может губы какие-то что не знаю что мы не поняли в аэропорту пару раз говорили одевайте маски это обязательно но это таки правда не девочки уже напряглись как мнение сзади девы они публичные сзади девочки ехали такие замотанные продавщицы вот зона duty free в аэропорту дубай терминал 1 не знаю можно ли давай походим посмотрим можно ли пробовать специальные тачки кстати есть удобные такие аэропорту дешевле золото я и в аэропорту дешевле золото сейчас будем смотреть такие маленькие тачки удобные были знаете когда вот возишь в аэропортах с собой но я думаю что нету ничего так идем вот можно сейчас покажем вам зону где можно сидеть пойдем посмотрим посмотрите какая зона здесь можно сидеть сейчас пойдем сюда и сядем ну давай здесь вот оставь дуно титхи не поняла что здесь нельзя сидеть а это одному человеку можно что-то я можно конечно ну чего садись мы вдвоем путешествуем поставь просто сумку вверх и пойдем смотреть duty free это же дубай в принципе сумка и ничего не случится ну не знаю в другом бы опорту я не ставила сумку можем оставить там что орешки вещи ничего такого нету вот люди отдыхают здесь зона вай-фай и вы абсолютно бесплатно можете здесь есть посидеть здесь деньги не берут заказывать ничего не нужно и кафешки находится вон дальше вот а вот уже идти и наверху видите столики стулья от кафешки он макдональдс буква м кому надо мы обычно там сидим в той зоне здесь здесь как-то всегда все занято это хорошо что мы заняли места можно будет и покушать спокойненько столик грязноватый значит здесь кушали пили кофе кача себе решила суп принести чтобы нас не ругали не дай бог здесь же все-таки соблюдаются меры строго он даже принесет стул спокойно себе сядет и посидим отдохнем немножко и пойдем в зону duty free на посмотрим все глянем табло большое где у нас выход идем и пойдем смотреть золото смотрите купили мы кофеёк у меня америка на у наташи кучино все стоило 39 диркаль 10 долларов ну прилично такая у нас сумочка магазинчика r&b магазинчик а смотрите она держит тепло накупили она где-то 5 долларов стоило либо холод правильно ну то есть термос на у нас вкусные бургеры которые мы обожаем заказывать наверное самый вкусный бургер в эмиратах и вообще самый вкусный бургер который мы когда-либо пробовали называется фаруш называется фаруш а сам бургер называется дракон драгон так скажу сейчас самом деле мы положим его на пакетик у нас столик не очень чистый нам облом нам просто облом его чистить чем вы должны вытирать правильно вот и здесь вся тема во вкуснейшей котлетки покажу и соус я бы сказала больше там не котлетка а филе целое есть он а давай еще вкуснейший сок укусить да у нас распаковка бутерброда в аэропорту хотели вам распаковать какой-то хорошо сколько он стоит и сейчас мы посмотрели сколько цена 18 дирхам этот бургер стоит 18 дирхам то есть тут огроменный кусок натурального курицы филе да очень вкусно отбернувшись там да кстати а здесь лайфхак извиняюсь от училки физкультуры в эмиратах да я за здоровый образ жизни но когда вылетели самолете выключите какая-то авария вам нужно выжить вам нужны силы поэтому в аэропорту можно жрать все я обычно разрешаю для ребят которые у меня тренируют а потом не выписать что это такое ты ешь бургер еще ешь бургер ночью спокойно ребята мне разрешено умеешь все включено а мне то можно поесть неожиданно а ну открой свой а что там у тебя ты кого ты что взяла американо американо а мне открой а я капучино-то разделает хочу капучино прошу прощения я живу народ имя даже некое сердечко таким в одном тоже в магазине купили нашу сумочку для ботиродов и наташину чудесную футболку такой цвет просто фигуру вашей рубашка но как капучино на вкус стоит 5 долларов да стоит ну прекрасно санитайзер есть все приготовили выражение капучино может стоить столько сколько за него готовы заплатить поэтому бесплатно хотела на бесплатно нету не горький не непоганый нормально сейчас уже час тридцать вот территория аэропорта и семья людей очень мало купить и продавать за 25 в очередь мы заработали а дурные давай наташа показывается распаковку бургера позиачу это а здесь ну понятно что он уже немножко в дороге был но все такой же вкусный пардон а ты сказал что там сырок еще в середине нет салата срок лица салата да кетчупа нет тут такой соус есть и даже если говоришь говоришь не спайси все но чувствую он чуть-чуть спайси он острый вкусная штучка ну ладно народ мы подкрепимся вам тоже приятного аппетита и потом уже будем идти на посадку попили кофе покушали сходили в туалет идем на посадку смотрите сколько магазинчиков еще ральф ворен есть да не видно его что он сзади вот еще целая куча самсунги вот он вперед нужно идти до еда конфеты тут гулять не перегулять всякие бренды вот кафешечка любила сидеть и пить кофе даче там еще не сюда не попали но потому что были свободные места в центре аэропорта и там тоже классно сидеть феррари вижу эти шапочки крюшки для гольфа чем что только можно или нельзя купить мире вы можете найти это в аэропорту зубая вот уже наш гейт 11 чуть зря спешили бежали прям думали опаздываем люди уже сидят пойдем посидим отдохнем пока нас не пригласят выход рейс на киев ps 374 там дверцы откроются и нас надеюсь запустят самолетик без опозданий туда не пойдем туда туда а он там еще ну идем таким сумку здесь никто и не возьмет аж ты бананка и таскается да вот тоже возле мальчика на чуть-чуть сидеть нельзя нет положил здесь но сидеть нельзя ты сумку полу там уже мальчик пошел здесь поэтому же мальчик пошел сел да оставить вещи потому что тяжело их таскать и я свои оставлю но все идем сейчас все остальные вещи идем погуляем потому что знаете вот такое когда садишься и спать хочется рубит помнили тела из лос-анджелеса через амстердам я там все будильник вставила я уже сижу просто она сиденье у меня пересадка я боюсь уснуть чтобы не пропустить резька то я просто уже встала возле воротиков люди пошли и со мной стали да что мне ну я стою не заснуть люди подумали что уже идет наверное посадка позинчик какой books магазин ага книги журналы называется наташка с верблюдом сколько такой верблюдик стоит мягенький с такими штучками такие а от нервов хорошо 50 дирхам сколько 50 купи меня купи меня да не ну зачем мне этот пыль пересборничек дома тоже подарки симпатичные чашечка 20 дирхам магнитики такие мы видели да смотрели интересно здесь столько же стоит 20 там по 18 такой был не помню ага даже водичка если давайте посмотрим почему кола пола стоит 4 дирхама это чуть больше доллара почти дома доллар это 368 37 доллар 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 считайте все доллар красивая вода такая вот эти бутылочки у нас стеклянные у нас очень много моих коллег из персонала их просто носит наливает воду туда наверное красивые бутылочки просто вот доллар 80 водичка и 3 дирхама маслафи большая бутылка это меньше доллара это очень хорошая цена и то что нас борис поле блогеры снимают так извините 2 евро 05 книжечки всякие в дорогу чтоб скучно не было наташа уже очки дело меряет какие-то а ты не боишься очки в такой период коронавирус одевать не тоже ничего не боится 251 251 такие стоят 10 долларов и так тоже были 10 долларов красиво коробка у подарочная коробочка тяжелая что ли не очки можно купить мы томфорд в одном аэропорту мне купили а второй томфорд купили марине мой 180 дирхам 180 прилично а вот такие вы покупали мы привозили вот такие вот за 4 доллара вот эти вот мой савафи по стреку здоровый финик какие большие финички да вкусные наверное эти вот неплохие такие но на твердые зубки скажем если вы везете своими родным и близким которые наверное старше 60 это еще мать мягенькая берите вот такие финички а молодежи запросто вот такие вот вкуснотень вкуснотень точно говорю что вы что такое джизм что значит старше 60 но обычно зубки уже там не того как бы я же беспокоюсь что же есть родные и близкие не никого не принижаю народ просто действительно что орешки здесь твердые я не желаю чтоб мои родные и близкие потом переживали за свое здоровье и вербюдики красивы ничего не могу сказать вербюдика замечательные но я уже выросла из этого возраста все наши делом возвращаемся сейчас уже нас верно в надеемся без опоздания буду звать на посадочку и нам очень хочется спать уже сколько сейчас пол третьего дико спать хочется вот такие не вылиты наташа хочет пойти дальше погулять нету посмотрите это это девушка не успокоится чемоданчики продаются а мы ходили мне чемоданчики скалипу что мой чемоданчик больше чем 158 там в мау высота глубина и ширина нам должна быть не больше ста пятидесяти восьми у меня было 159 но мы старше так его втянули что он стал 155 если присесть и попрыгать на чемоданчики то можно его сделать 155 запросто а это что такие вот это ароматы я сейчас покажу ну если бы еще стояла что-нибудь чтобы понюхать можно 22 доллара мусс какой-то мозг джован 17 долларов дэйзики здесь тоже целая куча сувениров ну вот сувениров просто ходить не переходить вот такая штучка наташ купи пожалуйста вот такую тебя деньги с этой зеленой зелененькая нашу покажи мы такое цвет на привозили я маме забыла купить зелененько ты пожалуйста на 5 дирхам стоит такой подарок у вас на немалов просила я да одну я забыла и купить к где коса сейчас мы саре аху из хия ты работники работники так нужно срочно эта штучка все нашли женщина идет слава богу наташа уже на что внимание обратила 20 долларов это дорого а фирма кстати вот такая которая производит печеньки шоколадно-мятные все покупаем такой мндм сики все это можно везде купить до 5 до 5 5 5 5 давай 5 раз отличненько уже нас проверять не будет раз на жидкости уже проверили и будем уже идти в очередной раз я говорю вам будем уже идти стараться попасть самолет стараться поспать потому что завтра я очень надеюсь что я увижу украину я увижу маму я увижу родных и близких и что я приземлюсь в борисполе завтра все в двадцать две я буду борисполе на самом деле 8 10 но не суть самая большая покупка за пятерка покажи какой пакет да она мне спросила все идем дальше сидеть в самолете и думать о пилоте не мы сейчас будем здесь на ноги думать о пилоте завтра 8 10 мы увидим в украину а украина встречай нас сели посидеть интернет в аэропорту хороший бесплатный посмотрим что то пока нас на посадку не зовут но самолет стоит самолет стоит будем выходить в рукав это классно не будем на автобусе подъезжать люблю выходить рукав и вещи наши грузится кстати когда я сюда прилетала последний раз два года назад и я видела в окно как раз моя сумка выезжала первый раз я видел что ли нам мой багаж выезжал прикольно было чем стоит наш мал надеемся скоро сядем все будет хорошо у нас 19 19 садьце и 19 б такие нету такие эту сумку тяжелая она все сейчас проходим очередь и будем уже идти по рукаву в самолетик уже близко подходим на ташу в другой очереди не я здесь тут мы даем посадочный паспорт сказали снять сеньки все пошли масочку с ними юбочку и денешь это такое вот ладно все правильно да даже до сих пор длиться сказали юбочку одень в храме так мы идем идем по рукаву такого трубков спокойненько то есть идем и выходим сразу сразу в дверь самолета не понятно куда мы выйдем только выйдем как шумит на ней вот конец рукава вот уже начало самолета фантастика все ходим самолет что никого здесь нет то есть можно зайти и нажать на кнопочку нельзя будем показывать посадочный посадочный и паспорт наверно посадочный то что мы не показывает не будет смотреть здравствуйте прохладненько заходим мы все валюте ура добрый вечер добрый вечер бизнес класс какой видите бизнес класс ничем не отличается практически от класса обычного как же дует вообще капец а вот попытаемся дойти до нашего девятнадцатого сиденья но все равно дождать пока люди положат все небольшой крапит джем стоят таких палатиках интересных видите место 14 феды добрые добрые ночи ребята и вот с другой стороны а б ца всегда будет у меня ца всегда будет окна ну да я сяду слева ты в центре сядешь ну да мы же было им бронировали рядом наш проснулось ну вот наши места девятнадцатого животных будем пласть все да да все все уже сидим а да и Самороз битком, потому что два рейса в неделю сегодня. Домой! Супермен! Сердце в пятки ушло. Доброе утро. Наташа еще спит, как в принципе и пункт самолета. Да. Принес 5-й, я уже проснулась. У него крусанчик за полдоллара. Еще один крусанчик остался. Через час будем приземляться. И будем искать свой чемоданчик. Доброе утро. Приземлились, уже вышли. Вышли уже из самолета. Смотрите. Вон, сзади трап. Первый раз, кстати, мы... Странно, да? Мы должны идти. Не автобусом едем, не в рукав входим. Вот рукав стоит, а идем. Слушай, а если человек не может подняться... Да, это странно вообще. Ну, здравствуй, Украина. Два года не были. Мы дома. Сейчас поднимаемся на ступеньки. И идем на паспортный контроль. Да что вы это носите? Офигеть. Вот, наконец-то, у нас такая есть лестница чудесненькая. Эскалатор, который я впервые в Бангоке увидела. Удобно, удобно. Ой, тут маску приспустить можно. Уже штрафа нету. 315 долларов. И не так холодно в аэропорту. Тяжело. Давай. Давай вдвоем понесем. Бананка тяжелая. Мы там 7 килограмм вещей накидали. Кстати, никто не проверил вообще ручную кладь. Да, ручную кладь не проверяли, не взвешивали. В общем, прикольно. Очень приятно. Да, очень хорошо. Можно было еще больше протащить. Нет, ну, я тоже. На спине дорога. Так. Все еще так долговательно идти. Слушай, оно сюда никуда не едет. Да, мы что-то... Куда-то мы в новое что-то сели. Что-то новое мы сегодня в селе. Нет, оно все старое, но... Оно все старое, но мы такого не видели еще, да? Ни длинных экскаваторов, ни так мы не ходили. Ну, в принципе, прикольно, что не в автобусе. И едем ждать, пока автобус набьется. Потом люди второй автобус ждут. Так что нормально, нормально сейчас. Главное, чтобы багаж был целый. Знаете ли, бывало у нас в Индии багаж терялся. У меня в Стамбуле. Правда, в Стамбуле быстро нашли. Сейчас посмотрим. В Стамбуле, когда мы ждали, моя сумка выпала просто, помнишь? И лежала. Она просто лежала. Да, она просто лежала. Ну, потерялась. Уже все забрали. Мы в панике бегали, где сумка. Смотрите, это было три недели назад. Люди прилетали, надо было делать тест. Какая конкуренция? Да, просто. Смотри, 620, 700, 625 же. Наверное, тот, чей детс зависит. Да, надо было закачивать программу ДИФ дома. И сидеть дома, действовать дома. То есть, ничего не делать. Здесь такие приличные очереди на паспортный контроль. Хотя думали, что прилетаем рано утром, никого не будет. Ого! Вот так сейчас еще стоять приличненько придется. Ну, на самом деле, поставили эту очередь 10 минут всего лишь. Там было такое правильное распределение воротиков. Так что, немного времени мы потратили. Сейчас выходим и стараемся найти наш багаж. Ну, кому-то, может, нужны тесты нам, Таня. Зачем? О, прикольное такое, как казиношка. Красное, черное. Так оно и есть к казиношке. Ну да, и сделана еще так. Веселенькая реклама. Так, наш рейс Киев. Где-то наши чемоданчики должны быть. В общем, сейчас будем искать чемоданчики. Хотели бы на такой штучке прокатиться. Я иногда видела в Турции, детки залазят и едут. Но это, конечно, очень опасно. И их быстро снимают оттуда. Так, вон, похоже, наш багаж. Выезжает. Пойдем его искать. Эх, это был не наш багаж, ошибочка. Поэтому поехали наш искать. Толкаем вперед. И, наверное, где-то подальше. А там три рейса было. Из Катара, из Деревана. И откуда-то еще. В общем, вон, все такое яркое. Прямо все. Радует. Радует глаз. Вот, нашли наш багаж. Самый последненький. Красиво так выезжает лента. Просто разложены. Разложены. Да, разберемся сейчас. Что мы сейчас будем перепаковывать. У меня в моей... Не надо. В моей маленькой сумочке. Козовым Барбаре. За 10 долларов. 23 килограмма и полностью. И половина Наташкиных вещей, естественно. Ох, красота. Вот наш багаж уже забрали. Все уже доставлено, получено. Мы очень рады. Сейчас будем выходить. И я надеюсь, что наш... Наши бравые таможенники не остановят. За это лайк. Ура, мы прорвались. Перед нами тормознули мужичка с тремя пакетами дьюти-фри. Поэтому нас не остановили. Хотя всегда меня останавливают. Всегда почему-то в Украине. В других странах нет. Сейчас будем перепаковывать пакетики. Будем распаковывать. И перепаковку делать не будем. Да, распаковку делать не будем. Не переградывать просто Наташкины вещи в кулечек. Так что, вот такое у нас путешествие получилось. А такси нам все рекомендуют вызвать уклон. Не Uber. Маску тоже можно приспустить. Не Uber, а уклон. Убер совсем испортится. Сейчас, подожди. Давай, помашем в камеру. Скажем спасибо. Мы уже прилетели. Пожелаем всем путешествий. И, в общем, не болейте. Летайте. Будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok